Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать про три варианта наушников от компании QC. Я думаю, я правильно произнес. Здесь у нас два варианта очень похожие. Это модельки T11 и T11S и вариант вкладных наушников от моделька T12. Итак, давайте поподробнее рассмотрим эти модельки. Начнем с самых моих нелюбимых. Это вкладные наушники. Очень клево выглядит кейс. Мне нравятся такие кейсы. Есть подобные кейсы от Xiaomi. Того же, кстати, QCI. Это вроде и есть суббренд Xiaomi. Для моих ушей они неприемлемы абсолютно, потому что данные наушники как-то упираются мне в ухо, и потом у меня болит ухо. Но хочу сказать, что звук здесь отличный. Эти наушники отличаются от остальных тем, что у них здесь 13-миллиметровый драйвер. Закос под Apple-овские наушники. В общем, сидят они хорошо в ухе, но у меня начинает болеть ухо. То есть, вот это прямо проблема-проблема для моих именно ушей. Но я знаю, есть многие люди, которые не любят вот такие затычки, а используют именно только вкладыши. Что еще хочу сказать про данную версию наушников? Здесь используется Bluetooth 5.1, и в комплекте нету зарядки. То есть, здесь идет у нас Type-C зарядка, беспроводных зарядок нету, но почему-то в комплекте ее не подложили. В отличие от этих двух версий, здесь есть в комплекте маленький проводочек от Type-C. Следующая моделька давайте T11. Здесь уже у нас такие на AirBuds Pro, вроде так называются от Apple. Наушники похожи. Здесь у нас кейсик на 600 миллиампер. Кстати, здесь у нас кейс на 400 миллиампер, здесь уже на 600. То есть, ну, если вдруг вы только за такие топите, то у вас вариантов нету, покупайте. Хороший звук, отличный драйвер, есть приложение на телефон, ну, по крайней мере, на Android точно оно есть. Мне кажется, на Apple оно тоже, да, на... Есть и на Android, и на Apple-овские устройства. Вот, здесь у нас, что здесь у нас интересного? Здесь у нас есть ассистент, Bluetooth 5.0, уже похуже Bluetooth используется, но для моего Mi 9, в общем-то, которого стоит Bluetooth 5.0, в общем-то, больше и не надо. То есть, здесь я не могу использовать все функции Bluetooth 5.1, то есть, экономичности меньше. Здесь вообще у нас Bluetooth 5.2, то есть, его вообще не могу использовать, да? Вот, так что данные наушники мне тоже подходят. Очень удобно сидят в ушах, на удивление. Попробовал я, попробовал, и жена попробовала, но нам понравились вот эти наушники. Мы их будем использовать. Ну, и давайте перейдем к наушникам моделька T11S. Это немножко улучшенная моделька T11. Здесь используется Bluetooth 5.2. Есть сенсор приближения, то есть, когда вы вытаскиваете наушник, он у вас гасится. Ну, звук гасит. Так, подождите, я их уже перепутал. Вот оно. Здесь у нас датчик есть. На T11 такого датчика нет. Чтобы наглядно было, вот, видите, здесь нету точечки, а здесь есть точечка приближения. Визуально, смотрите, они вообще одинаковые, так что вот я и даже их перепутал местами. Снизу здесь ничего такого не написано, чтобы можно было определить. Единственное, написана модель здесь 2028R, здесь 2024R. То есть, ну, вот, по таким вариантам можно, наверное, определить, какая из моделей вам попалась. Я думаю, если вы покупаете T11S, то вам оно и попадется. Так, быстрая зарядка. Также зарядка осуществляется только по Type-C. Беспроводной зарядки нету. И здесь нет у нас голосового ассистента. То есть, ну, вот эти наушники мне больше нравятся, потому что нет голосового ассистента, который мне не очень-то нужен. Есть выключение при вытаскивании из ушей. Это тоже клево. Ну и, в общем-то, автономность. Отличная автономность. Приложение. Сейчас я вам покажу. Есть вот такая визуальная информация, то, что заряжен каждый из наушников. Но при этом, насколько заряжен кейс, непонятно. Дополнительные настройки. Мы можем выставить какие-то двойные нажатия, тройные нажатия. То есть, можно поменять немножко функционал. Например, сделать, чтобы это была громкость, добавление, уменьшение. И на каждой из ушей. Левая, направая. То есть, есть такие вот настройки, которыми вы можете поиграться. Также есть проверка прошивки. То есть, у наушников есть прошивка. И также вы можете немножко побаловаться с эквалайзером. Есть предустановленные настройки. Или вы можете сами сделать свои настройки. Приложение простое. Ничего сложного. В общем-то, такие вот наушнички мне пришли. Походил я, сразу скажу, с версии T11S, наверное, недели две. Мне они понравились. T11 я пользовался только дома, когда смотрел какие-то фильмы. То есть, ну, каких-то нареканий нет. Про T12 сразу скажу. Я в них провел где-то час. И подтвердил, опять же, свою неприязнь к вкладышам. У меня начинают болеть уши. За час, даже быстрее, наверное, минут за 30-40 у меня уже начинают болеть уши. И это прям ощутимо. Ну, звук хороший. Шумоизоляция, конечно, намного хуже, чем у таких затычек. И, в общем-то, у меня болят уши. Я не могу ими пользоваться. А в остальном наушники вполне неплохие. Цена у них тоже демократическая. То есть, вы можете спокойно выбирать. Единственное, чего мне здесь не хватает, это активные шумоподавления. Вот это было бы, прям было бы шикарно. Кстати, да, здесь у нас также стоит датчик приближения или нет? Идем. Нет, датчик приближения у нас только на вот этих стоит. То есть, если вы их вытаскиваете, звук не прекращается. Все-таки я топлю за затычки, нежели за вкладыши. Если кому понравились одни из этих наушников, ссылочку оставлю под видео. С вас жду лайки. Пишите, владельцы данных наушников. Мне интересно узнать ваше мнение. Кто пользуется уже больше, там, не знаю, полугода, например, не обрывались при работе. Задержка при видео, я не заметил задержки при видео. Может быть, при играх, ну, тоже, кстати, поиграл только в одну игру. Играл в колду mobile на iPad. И какой-то задержки я не заметил. Может быть, не знаю, может, у кого-то есть. Также при прослушивании музыки ни разу, ни одни из наушников не отваливались. Единственное, ну, вот эти, я же говорю, я где-то час послушал. За час, в общем, не было никаких разрывов. Все было хорошо. Ну, с этими, прям, я могу сказать точно, стопроцентно. С этими я смотрел фильмы, там, два часа, там, полтора часа. То есть, фильмов, наверное, пять я на них посмотрел. Все отлично. С этими я ездил каждый день на работу. Слушал музыку, смотрел видео, смотрел ютубчик. Никаких проблем нету, разрывов нету, потери нету. Bluetooth всегда, вы открываете наушники, они сразу же подключаются. Все, в общем-то, хорошо. Никаких проблем нету. С настройками эквалайзера я поставил себе настройки, преднастройки, да, рок. И, в общем-то, меня они довольно-таки устроили эти настройки. И решил не играться с кастомными ползунками с этими. В общем, оставил как есть. Все, ставлю лайк данным наушникам на 100%, так что всем пока.